Здорово, парни. Я сейчас нахожусь на набережной в Самаре. Сними набережную, чувак, вот так вот, чтобы было видно, что это набережная в Самаре. Ну, можно побыстрее даже там. Что она туда продолжает, сюда продолжает. Вот, я отдыхаюсь в Самаре на набережной. И суть в том, что ну все, хорош снимай, да? Суть в том, что мы сейчас встретились с парнями из Тольятти, которые уже второй раз прошли онлайн-тренинг, но сейчас они вам об этом расскажут, почему, причина какая была для второго раза. Вот, и как бы они подъехали сюда специально, ну, я очень рад их видеть, но сейчас как бы суть не в этом. Мы тут прогуливались, несмотря на то, что много лет прошло с того времени, когда я здесь жил, все равно встречаешь каких-то людей знакомых. И я сейчас встретил Макса, это такой просто мега-чувак, то есть ему уже сколько там, наверное, под полтос, и как бы, ну, Макс это человек, с которым мы раньше, довольно там много общались и в теме пикапа и так далее. Это тот мужчина, который катался на роликах, и когда мы с моим другом Мишей подходили к девкам, там, знакомиться на лавках, он садился на соседнюю лавку и слушал, что мы говорим, потом мы шли к другой лавке, он катался за нами и так же слушал, что мы говорим. Вот, и суть в том, что я у Макса, вот я его увидел, сразу вспомнил, что я делал у Макса. У Макса я, ну, там, сколько, 4-5 лет назад, я ему болгаркой выпиливал дверь. То есть у меня не было денег вообще, я позвонил, говорю, Макс, можешь хоть как-то меня выручить, то есть реально нечего жрать. Он говорит, я делаю ремонт, приходи и что-нибудь придумаем. Короче, Макс дал мне болгарку, этот алмазный круг по камню, я вот так вот повязал лицо футболкой, и, ну, там, несущая стена, она реально там просто с арматурой, с какими-то кирпичами, с чем-то, вот, и, там, полдня, наверное, или целый день выпиливал в стену отверстие в стене дверь. Ну, вот такой был прикол, я это делал за 1000 рублей, ребята, поэтому в жизни что-то поменялось. А сейчас перейдем к отзыву парней из Тольятти, которые приехали, и они хотят что-то рассказать. Можно их уже снять, я думаю. Здорово, ребят, приветствую всех. Посмотрите, второй раз мы, да, прошли этот тренинг. Сейчас маленькая предыстория еще раз, то есть парни проходили недавно онлайн-тренинг, они прошли его второй раз, вот, мне сейчас самому интересно узнать, почему, что послужило мотивом для этого. Смотрите, ну, я, в общем, пошел на тренинг второй раз, ну, в первую очередь, конечно, все закрепить, всю информацию, вот, которую дает Вова, ну, и опять же, все-таки, это какое-то в онлайне общение, с ним, то есть, и, опять же, ну, перезарядиться, вот, на, ну, плюс еще эти техники, которые он дает, их вспомнить и пройти по новой домашнее задание, которое Вова дает на своем тренинге. Да, и второй раз, то есть, проходить для второй раз тренинг для того, чтобы улучшить качество подходов, качество свиданок, то есть, вообще, в принципе, качество того, чем мы сейчас занимаемся, потому что второй раз усваивая одну и ту же информацию, то есть, ее больше постигаешь. Ну, да, вот, и получается то, что столкнулись с такой темой, то, что подходы уже стали не просто там на количество, да, уже намного качественнее, то есть, уже девушек выбираешь, уже смотр, ну, при общении с ними, в принципе, хватает уже, там, не знаю, 5-10 минут хотя бы понять, что стоит ли вообще, ну, с ней встретиться и, там... То есть, у вас настигло чувство выбора, да, когда должно быть у мужчины. Да, 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 уже, да, они просто там кидались. И еще вот такой момент, когда мне говорили, там, когда я только начинал этим заниматься, что будет какой-то момент, когда будет казаться, что, как бы, красивых девок больше нет, что подходить просто некому, и их будет очень мало попадаться, я не верил, я думал, что как так, да? И мы тоже не верили, да. А сейчас тут парни рассказали, что у них, да, что в Тольятти стало тесно, и что там кончились красивые девки, да, что ты снимаешь наши ноги уже. Ты чего это? Твои гламурные кеды. Да нет, смотри, ребят, то есть, сказали, почему пришли второй раз, да? Я просто прослушал. Да, да. Да, мы сказали, да, просто повысить качество уже. А по ощущениям, то есть, второй раз чем? То есть, вы говорили, что как-то по-другому воспринимается или что? Да, по-другому воспринимается, потому что ты уже знаешь, что надо делать, например, и уже эту информацию, как-то ты... Уже оттачиваешь, оттачиваешь, как бы, отшлифовываешь себя, то есть, понимаешь, свои подходы, уже, ну, действительно, уже на другом уровне уже начинаешь общаться. Вот, уже страх подхода... А вот еще хорошо, что вы вдвоем, да, вы еще парня себе нашли? Да, да, кстати, вдвоем намного легче делать, потому что, если бы мы поодиночке это делали, мне кажется, ну, забили бы на эту тему. Потому что вдвоем ты пинаешь, там будет, ну, да. Ну, это к тому, что, ребят, кто будет проходить онлайн, там, в дальнейшем, да, отличная тема найти себе какого-то там другана. Если даже у вас такого друга нет, народу было довольно много, вот, на последнем онлайне. Да, найдите себе, то есть, компаньон. И, как показывает практика, да, в вашем городе, скорее всего, есть кто-то, кто сейчас проходит этот тренинг, и вы с ним можете сконнектиться и, опять же, какие-то новые знакомства. Че еще скажете, ребят? Мы на набережной сейчас города Самары, вот, приехали. Тут тоже нет, телок тоже нету здесь, их очень мало, реально, блин, красиво, че такое, не знаю. Да, сейчас это, ну, по отзыву, короче, как, ребят, все, да, или еще что-то хочешь сказать? По отзыву. А стоит вообще парням приходить или нет? Это же надо, как бы, доебаловы, да, потому что. Это же неправда, это для лохов, да, ребят? У меня все классно с телками, мне это не надо, короче. Да, да, да. На самом деле, да, это самароманная. Да, парни, кстати, вот, я хотел бы так вот, признайтесь себе, на самом деле, вот, кто еще там думает, пойти не пойти, признайтесь, на самом деле, это, ну, нужно всем, то есть, и это нужно себе действительно лично признаться. Не обманывайте себя, реально, не у каждого с телками так все офигенно, что? Да, не важно, там, ли ты студент, там, или ты там уже чувак, который поднялся из баблом, тем не менее, все равно, так бы, эта тема с девушками, она очень сильно раскачивает во всех планах. И это, где-то сто процентов, ну, нужно пройти и уже, как бы, уйти на следующем уровне и все такое. Спасибо. Ну, ребят, обращайтесь, там, второй раз, третий, я не знаю, если есть возможность, хоть 10 раз проходить, реально. Ну, каждый раз это дает что-то новое, это то же самое, что с Атари, когда ты проходишь один раз, потом проходишь второй раз и какие-то другие ощущения. Как-то так, еще вот один момент, тут есть Александр, да, нужно обязательно нам снять, и Саша. Саша, это мой хороший друг. Да, лучше всего быть, конечно, его другом. Да, хорошая. Это человек тоже в теме, на самом деле. Не, можно ближе снимать, потому что слышно будет плохо. Саша тихо говорит, поэтому. Да, это в любом возрасте, мужики, я, допустим, нормальный, успешный, да, допустим, был, но у меня тоже, как бы, не было права выбора, вот. Потом познакомился с Владимиром, и вот сейчас вот я стою, да, и в своем возрасте я могу подойти к любой девушке, там, пускай ей будет, там, 20, 25 лет. Вот сейчас парни, кстати, сами видели с Тольятти, охреневали, да, как так? Да, 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 да. Санек же делал. Я это делаю легко, поэтому, не знаю, это возраст не имеет значения. Когда ты начнешь это делать, да, Санек? Когда ты начнешь делать, это не важно. Я начал очень поздно, и главное, ну, добился того, что хотел. Еще благодаря этому человеку. Да, Владимир. Ну, хорош, никогда не поздно начать жить, да, Санек? Да, и сделал. Никогда не поздно, никогда не поздно, и сменить стиль. Подожди, братан, сейчас мы снимем, да? А еще Санек, Санек мне напомнил, что я работал Дедоморозом, тоже уже немножко забыл. Да, Дедоморозом работал. Я три года поля. Он у меня занял денег, да, и чтобы это, как-то отдать, да, он подрабатывал, и... Да, Санек, я же тебя денег занимаю. Расписку я, как сейчас помню, сам предложил, короче. Просто вот приезжая сюда, реально встречаешь каких-то людей, ну, и какие-то места, где такие воспоминания той бедной молодости. И, ну, иногда надо туда возвращаться, чтобы понимать, что сейчас не все так хреново, даже если, может быть, там могло бы быть и лучше. Именно по этой причине. У меня мастерок дома валяется, ну, кто как бы со мной общается, они об этом знают. Что еще скажешь, Санек, что-нибудь напутственное вообще? Я, знаете, я вот что хотел сказать. Мы вот сейчас подходим на лавочку, а вот к Саше, ну, я его первый раз вижу, ему 55 лет, и он с такими двумя-девчонками классными, вообще реально, это просто, ну, как-то удивляет, просто это реально круто, вот. Поэтому, ребята, надо, если вот, допустим, хотите там что-нибудь изменить в свою жизнь, да, надо, ну, заняться, да, допустим, обратиться к кому-то, да, сам никак ты ничего не изменишь, потому что у тебя не хватит ни опыта, ни смелости, как-то не все, должен обязательно быть какой-то учитель, учитель хороший, а, наверное, учитель хороший, а я в свое время обращался к Саньку, ну, за какими-то советами, там, ну, и за деньгами, и за тем, что с этим делать, потому что, ну, как бы, Саша такой довольно успешный мужик, и, как бы, ну, всегда должен быть какой-то человек, который лучше вас в чем-то, то есть, и слушайте только его, потому что есть очень много людей, там, у любящих учить жизни, да, какие-то бабки там возле подъезда, да, там, вот ты делай так, делай так, слушайте только людей, которые вот в своей сфере чего-то достигли, то есть, что касается Санька, то это, ну, как бы, то же самое, что и человек, которого можно послушать и прийти к нему и советовать. Ладно, ребят, спасибо всем, спасибо Саня, увидимся, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok